Сейчас политическая тема номер один в Ярославле – обсуждение вариантов отбора на должность мэра. Накануне муниципалитет утвердил порядок проведения конкурса, несмотря на отрицательное заключение прокуратуры. Надзорное ведомство сочло проект сырым и требующим существенной доработки. Кроме того, мэрия внесла свой вариант документа и предлагала депутатам отложить голосование до его рассмотрения на профильных комиссиях. Но парламентарии решили не ждать. Спикер областной думы Михаил Боровицкий считает, что его коллеги, городские депутаты, несколько поторопились с принятием решения. Наиболее разумный выход из положения может заключаться в том, чтобы подготовить и принять согласованный вариант обеими сторонами. Это наиболее правильное решение. Тем более, на сегодняшний день принятие подобного акта, оно несколько преждевременно. Закон не вступил в силу, к нему есть замечания прокуратуры и Минюста. Поэтому, я думаю, продолжение может быть только одно. Две стороны должны сесть за стол к переговору и подготовить вариант, который строит две стороны. Компромисс придется находить в любом случае. Вопрос об избрании мэра Ярославля настолько важен для жизни города, что все процедуры должны быть максимально подробны и детально прописаны. И, конечно же, абсолютно прозрачны. Именно этого, по мнению прокуратуры, не хватает проекту, утвержденному муниципалитетом. Отбор кандидатов по нему фактически будет вестись на глазок, без четких критериев оценки. А вот в проекте мэрии Ярославля не есть. Так же, как и квалификационный фильтр. В варианте муниципалитета на должность мэра может претендовать практически любой ярославец старше 21 года. Можно представить, сколько желающих найдется, что практически парализует работу конкурсной комиссии. Даже в небольших фирмах на вакансии директора могут претендовать только кандидаты с соответствующим опытом работы. Что уж говорить об управлении городом с населением в 600 тысяч. Поэтому мэрия и предлагает в качестве критериев отбора ввести наличие высшего профобразования в государственном и муниципальном управлении или экономике. Другое требование. Как минимум, 10-летний опыт работы в области государственного, муниципального управления, экономики или на руководящих должностях в органах госвласти или местного самоуправления. В общем, ничего сверхъестественного. На вскидку можно назвать с десяток известных ярославцев, соответствующих данным критериям. Я на себя лично примерил вот те критерии, которые сегодня предложены в документе. И в целом, в принципе, даже я могу на сегодняшний день, имея определенный опыт работы в органах местного самоуправления на руководящей должности, претендовать на должность главы города. Поэтому не вижу здесь никаких ограничений. Городом может управлять профессионал, при этом имеющий определенный стаж, определенные навыки. Мы уже проходили это в свое время, когда каждая кухарка там может управлять государством. Наверное, это недопустимо по отношению к столице Ярославской области, к столице Золотого кольца. Нужны профессионалы, нужны люди, которые определенные имеют навык в отрасли, в хозяйственном плане, чтобы они разбирались. Квалификационные требования к кандидатам в главы городов давно действуют во многих российских регионах. Поэтому авторы проекта с такими предложениями никакой Америки не открывают. Это обычная практика, причем доказавшая эффективность. Именно об этом и пойдет речь на ближайших комиссиях муниципалитета, которые будут рассматривать внесенный мэрией проект по проведению конкурса на должность мэра Ярославля. Продолжение следует...